Десять лет назад нам пришла в голову идея организовать в связи с 70-летием установления дипломатических отношений СССР и США встречу бывших послов наших двух стран. И вот в 2003 году состоялась такая встреча впервые. Было 10 бывших послов. На нынешней встрече, помимо присутствующих здесь, с американской стороны был еще бывший посол США в Российской Федерации Александр Вершбу. Но он одновременно является сегодня заместителем генерального секретаря НАТО. И вы, наверное, читали о тех встречах, которые у него проходили. С нашей стороны участвовал еще посол Юрий Владимирович Дубинин. Было два дня встречи и обсуждений, как это обычно происходит, а это уже шестая встреча бывших послов. Кстати, заходили и ныне действующие послы Сергей Иванович Кисляк и Майкл Макфол. Была встреча с министром иностранных дел Лавровым. Дальше встреча с Министерством обороны, Совете безопасности, круглый стол в Карнеге и так далее. Встреча послов обычно завершается принятием совместного заявления, в котором бывшие послы высказывают свои соображения относительно состояния российско-американских отношений и перспектив их развития. Такое заявление было подготовлено послами и на этот раз. Среди вопросов, которые обговаривались, ну, прежде всего, конечно, общее состояние отношений между нашими двумя странами. Смысл такой, что у нас в целом отношения переживает один из тех периодов, которые в нашей жизни дипломатически встречались неоднократно. То есть, к сожалению, бывает так, а может быть, для динамики это и неплохо, когда позитивные периоды меняются несколько осложненными периодами в отношениях. На этот раз у нас тоже имеется немало довольно острых вопросов, которые возникли между нами. Но, тем не менее, как люди, пережившие более сложные кризисы и более сложные ситуации, ситуации, когда отношения вообще висели иногда, можно сказать, на волоске, то нынешние проблемы нам, профессионалам, кажутся не такими уж ужасными. Тем более, что они вполне поддаются дальнейшему регулированию. Из вопросов иного плана, конечно, проблемы стратегической безопасности и проблемы, связанные с европейской безопасностью, нами обговаривались. Но поскольку сейчас основой взаимоотношений все-таки являются не так уже и стратегические связи, сколько экономика, это новое явление, то есть мы вообще оцениваем и мировую ситуацию, и межгосударственную ситуацию прежде всего теперь, по тому, насколько хороши, нормальные, активные экономические связи между странами. Поэтому мы обсуждали, конечно, этот вопрос. И из всех, к сожалению, областей наших связей с Америкой экономические отношения отстают от некоторых других. Но, тем не менее, есть позитивный рост, который уже в цифровом отношении вполне отчетливо показывает, что мы прогрессируем в этой части. Но есть масса проблем, это естественно. Но уровень наших отношений Соединенных Штатов, скажем, по сравнению с ведущими европейскими странами или азиатскими, конечно, отстают. Но мы выразили такую оптимистическую надежду, что, может быть, в силу готовности деловых кругов и вообще экономических лидеров наших двух стран, все-таки через какое-то время утроить объем торговли и значительно усилить волну взаимных инвестиций. Между нашими двумя странами отношения в целом идут и пойдут, как я уверен, по возрастающей. Круг людей, которые присутствуют на этих переговорах, обладает такими глубокими пониманиями не только состояния дел, но и тенденций. Поэтому наш взгляд в основном, я бы сказал так, в оптимистической стороне оценки ситуации между нашими двумя государствами. Мы все осознаем, что сейчас мы вступаем уже в третье десятилетие по окончании Холодной войны. Это уже третье десятилетие, когда Россия, Европа, Евразия сильно отличаются от тех Россий, Европы и Евразии, с которыми мы должны были вести дела три десятилетия назад и на протяжении XX века. Сейчас в мире все быстро меняется. Международная система, в которой сегодня действуют Россия и США, чрезвычайно непредсказуемо текуча, она постоянно меняется. Мы обсуждали этот вопрос, поскольку, на мой взгляд, главный вопрос, по которому мы сошлись, когда обсуждали контекст наших отношений, это то, что если Россия и США могут найти возможности сотрудничать и работать вместе по тем проблемам, с которыми мы сегодня сталкиваемся все, то у нас будет возможность эффективно действовать и воздействовать на, в каком направлении движется развитие международных отношений. Однако, если мы не можем работать вместе, то оказывается, что у нас меньше возможностей формировать будущее. Я полагаю, что именно в этом контексте мы обсуждали те вопросы, которые содержатся в нашем совместном заявлении. Одно из проблем, которые мы сегодня полностью сознаем, заключается в том, что возможны в самом деле экономические отношения между нашими двумя странами, равно как и экономическая ситуация в целом в международной финансовой системе. Во многих отношениях определяют то, каким образом мир, влияние, власть, потенциал влиять на международные отношения распределяются по всему миру. Мы сегодня все видим рост Китая, мы видим возвышение таких стран, как Южная Африка или же Бразилия, которые вступают на мировую экономическую арену. Нравится нам это или нет, но традиционные промышленно развитые страны, такие как европейские страны США и Россия, уже потеряли монополию действия в экономической системе мира. Это приводит к серьезным изменениям. Так что первое, что мы решили, это то, что для России и США очень важно подумать о наших экономических отношениях. И понять, что во многих отношениях будущее будет определяться тем, можем ли мы сделать эти экономические отношения продуктивными и тесными. Пока они не тесные, они довольно слабые. Однако возможностей, которые у нас сейчас есть, гораздо больше, поскольку Россия вступила в ВТО, поскольку рынок сейчас развивается гораздо более открыто. И с учетом всех тех изменений, которые произошли в России, когда ТАСС стала частью мировой конкурентной экономики. Я полагаю, это первое, что нам нужно отметить. Приоритет в будущем должен лежать именно в сфере экономики. Мы также говорили о более традиционных вопросах, таких как тезонетическая оборона, противоракетная оборона, стратегические вооружения. Мы выразили надежду, что те изменения, о которых только что было объявлено, в изменении американских планов по развертыванию ПРО в Европе, откроют новые возможности для исследования того, что может произойти в будущем. Лично я полагаю, что нет никаких технологических препятствий на пути создания совместной, основанной на сотрудничестве с системой ПРО. Однако нам необходимо работать над этим вопросом. Есть и возможности для дальнейшего снижения стратегических вооружений и более широкого обсуждения всех других типов вооружений. И, наконец, мы говорили еще о двух вопросах. Мы говорили о региональных вопросах. Мы потратили очень много времени на обсуждение, вызывающее наше беспокойство, вопросы, связанные с Сирией. Я не могу вам сказать, что нам удалось добиться какого-то решения. Мы говорили также об Иране, о Северной Корее, проблеме распространения ядерного оружия. Мы также выразили надежду, что у нас и далее будет возможность более тесно сотрудничать по этим вопросам, нежели в прошлом. Мы также говорили о двусторонних отношениях. Мы отметили, что российские граждане и американские граждане сейчас могут получать визы на три года с возможностью многократного въезда. Это облегчает людям возможность путешествовать. И это только один из вопросов, который мы обсуждали. В то же время мы обсудили вот какой вопрос. Сейчас мы находимся на том этапе, когда контекст отношений очень сложен. Мы как бы выступаем с нападками друг на друга, принимаем различные законы и пытаемся обмениваться взаимными обвинениями по очень противоречивым вопросам. И, к сожалению, все эти действия подрывают наши важнейшие достижения за последние 3-4 года. Мы надеемся, что эти вопросы... Посвольте сказать, что мы будем подходить к решению этих вопросов более рационально, более разумно. Мы найдем возможность обсудить эти вопросы и прийти к соглашению. Мы закончили на оптимистичной ноте, и нет никакой причины, фундаментальной причины, которая бы мешала России и США найти возможности сотрудничества и обсуждения тех вопросов, которые стоят перед нашими странами. Нам необходимо преодолеть наши противоречия и последствия холодной войны. Нам необходимо подумать о новом веке. Мы будем сотрудничать в этом веке по целому ряду вопросов.